Приветствую вас. Давайте попробуем разобраться с тем, что вы написали. Давайте попробуем ответить на все ваши вопросы. И после этого я дам вам какие-то рекомендации, которые вам нужно выполнять, для того, чтобы эта проблема вас не беспокоила. Значит, меня с определенного возраста уже давно стало сильно раздражать, если молодой человек, с которым меня в отношениях смотрят и оценивают других девушек и женщин. Здесь сразу вопрос такой. С определенного возраста это с какого? Давно? Это когда? Если стало раздражать, говорили ли вы об этом ему? Знает ли молодой человек о том, что вам это неприятно? Если это стало раздражать вас, то в чем именно? Почему? Вместо того, чтобы принять ответственность свою, потому что это вас раздражает, что это ваша проблема, что мужчина, может быть, делает это просто так. Он, может быть, даже не замечает, он, может быть, даже не придает этому такого значения, как вы, он просто оценивает, и все. Ну, просто потому что у мужчин немножко по-другому развито восприятие людей и, в частности, женщин. Но вас это раздражает, значит, это вас чем-то задевает. Значит, вы чувствуете себя, например, Ну, знаете, например, более низкой, чем другие. Например, неуверенно чувствуете в себя. Например, как-то вот недостаточно, может быть, значима, недостаточно красивой для него. Вот, конечно, для него. И вопрос возникает тогда. Но раздражаетесь-то вы от того, что делает он. Почему? Почему вы раздражаетесь от того, что делает он? Получается, что ваша самооценка, ваше восприятие себя зависит от того, как молодой человек, да, поведет себя по отношению к другим девушкам. Ну, по отношению к другим людям. То есть, получается, что вы от него зависимы в этом плане. А если он себя не поведет, то есть, если он не оценивает других девушек, если он не делает этого, что, все в порядке? И вы хуже становитесь или лучше, наоборот? Если он не обращает внимания вот на других девушек, то здесь вот нужно подумать обязательно об этом. Такие мужчины не все. Есть разные, есть те, кому это не нужно. Но происходит это, как правило, не из-за того, что мужчина пытается самоутвердиться как-то за счет других. А происходит это как бы в результате индивидуального развития человека. То есть, для кого-то это было нормой, что вот он, ну, оценивает, смотрит, и все. Он это делает просто на автомате. Он этому не придает значения никакого. А кому-то это не нужно. Кто-то ориентирован на что-то другое. То есть, это просто особенность человека. Если не доказано другое. Если, например, молодой человек, допустим, не неуверен в себе. Вот. Когда вы говорите, что мне стали такие попадаться, ну, это, в общем-то, не очень хороший правда, не очень хороший вопрос, потому что молодые люди, они не попадаются. Молодые люди встречаются вам. И если они встречаются вам, какие? Если это не первый, значит, у вас проблема с самооценкой и с восприятием себя. Потому что люди относятся к другому так, как человек относится к себе. Зверкали. Отзверкали отношения. Вот. Я спокойно к гляделкам относиться не могу. Почему? Для меня это как предательство. В чем? В чем? Почему это предательство? И почему вы считаете, что если для вас это предательство, то для другого это должно быть тоже предательство? Вы с молодым человеком встречаетесь. Вы, как бы, с ним не замуж. Он вам не муж. Он пока еще чужой человек. Почему вы так его привязываете к себе? И в чем предательство? Он раскаивается? Он это делает как-то втихаря? Он это делает как-то из-под ха-ха. Он стыдится того, что делает. Если нет, то это не предательство. Это вы воспринимаете как предательство, потому что это несет вам угрозу. Да. Но вопрос в том, в чем угроза? Конкретно для вас вот уже об этом можно говорить. В чем угроза? Почему вы не чувствуете себя в безопасности? И почему молодой человек должен вам давать это чувство безопасности? Это уже вопрос. Вопрос ваших желаний и вопрос того, как вы эти желания реализуете свои? Сама я, если в отношениях особо на других мужчин смотрю особо. Это, конечно, потрясающее слово. Особо. А не особо. Смотрите? Или как? Как получается? А если не смотрите, то почему? А хочется? А если хочется, почему не позволяйте себе? А если хочется, чем продиктовано ваше желание? Ну же на что-то опирается? Если вы себе подавляете это, значит, вы будете неудовлетворены. Если вы будете неудовлетворены, то вы так и будете своему молодому человеку выносить мозг. А зачем вы ему это делаете? А нравится ему? Вы говорите, сдерживать себя не могу. Нет. Нет. Это детская позиция, что я не могу себя сдерживать. Я не хочу. Я не хочу. Вы копите в себе негатив, возможно, в себе не позволяете что-то делать, а тут вот в этом вы взрываетесь. Вы попробуете прислушиваться к своим желаниям больше. Попробуйте реализовать свои желания, ну, побольше. Может быть, и выносить мозг ненужным будет тогда. Может быть, и молодой человек перестанет вас так задевать. А может быть, он начнет вас больше ценить, если вы будете больше о себе заботиться. Не о себе через него, как сейчас. а о себе напрямую. Понимаете? Ну, и, естественно, не очень понятна ваша модель поведения. То есть, это было всегда так, это было не всегда так. То есть, ну, вы так раздражаетесь с фильмом. Вот. Вопрос о том, понимаете ли, что это ваша проблема только. Не проблема молодого человека, а только ваша проблема. Вот. И, собственно, говоря, почему молодой человек стал для вас таким важным, то есть, я бы раньше вас не волновал, что сейчас вы хотите, наверное, чего-то. сейчас вы испытываете большую мотивацию к тому, чтобы вот, ну, чтобы у вас в отношениях было так, как вы хотите. А почему? Откуда мотивация возникла? Откуда мотивация взялась? На чем она базирует мотивация? понимаете? Вот. Это такие вот моменты, на которые нужно обратить внимание. Вам. Главное человек видом причем абсолютно. Вот. Что сказать? Сказать можно только то, что с вами нужно работать. С вами нужно работать с вами нужно заниматься. С вами нужно разбирать причину раздражения. Потому что пока вы ведете себя очень как созависимый человек. То есть вы чувствуете себя в опасности, когда молодой человек оценивает других девушек. Вот. И вы впадаете треугольник Карпмана. То есть вы здесь жертва, потому что вас раздражает это вам плохо. Но вы его преследуете. То есть вы выносите мозг, вы ему преследуете, вы его преследуете. и тем самым вы пытаетесь от него добиться чего? Ну полного контроля, тотального контроля и так далее. Вот. Тогда как нужно принять на себя ответственность за то, что меня это раздражает, потому что я в этом сама вижу проблему? Вопрос в том, какая проблема? Что это за проблема? Вот как бы так я думаю. Вот так можно вам сказать. Это с точки зрения профессиональной психологии как обстоят дела. Конечно, тут может быть и сценарное поведение, тут может быть и определенного рода страхи могут быть и так далее. так и так далее. Но это все нужно выявлять, потому что пока непонятно. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. 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 Продолжение следует...